Приветствую вас! Ну, вы уже, наверное, слышали такую новость, что Сорос купил украинскую правду! Это чушь собачья, а не новость. Ну, во-первых, Сорос давно уже отошел от дел. Это, во-первых, я уже устал говорить про это. Ну, да, используйте его имя. Во-вторых, купил, официально купил украинскую правду компания Томаш Фиал. Я знаю Томаш. Ну, я думаю, Томаш не убийца, если я скажу правду. Понимаете, Сорос, как вам так сказать, это, ну, император. Томаш на фоне Сороса, ну, скажем так, успешный опричник или успешный дворянин. Ну, калибр разный, ну, ребята, кто Сорос, кто Томаш? Не, я понимаю, что, может, Томаш в душе бы надеялся. Не, никак. Вообще никакого отношения Сорос к Томашу не имеет, как самое и Томаш к Соросу. Но! Да, действительно, не спорю, Томаш в данной ситуации использует методы Сороса. Да, это есть, есть, есть. Может, кто-то с вас читал или смотрел фильм «Золотой теленок» или читал «Золотого теленка». Помните там такой фунт? Зиц-председатель. Ну, вот он был председателем. Ну, когда его просили. Правда, не бесплатно, за деньги. В данной ситуации компания Томаша Фиала зиц-председатель. Вы что, не поняли? Не? Не сообразили? Ладно, Томаш, не обижайся. Я расскажу правду, тем более, что со временем, ну, не только я, а Леша так и написал. Смотрите, то, что делает Томаш Фиал, это, в общем-то, мировая практика. Еще я говорю, Сорос такой, ну, вот, практически капитал Сорос клепал на этом. Не на том, что вы рассказывали там какие-то нене. Вот, вот, вот на чем клепает капитал. И, действительно, в мире такое практикует, и это считается такой высший пилотаж. Действительно, да, должный молодец. Действительно, Томаш сделал, ну, драгон свой. Ух, довольно успешная компания, которая работает, ну, так, как принято работать в Германии, Франции, в США, в Европе, в России тоже. Он предоставляет услуги, так званые ВИП, услуги ЗИЦ-председателя. Классика жанра, классика жанра. Появляется очень уважаемый человек, очень уважаемый. Который из бабло, который говорит, знаешь, я хочу купить, ну, в данном случае, вот, украинская правда. Или, вот, новое время, или, там, компанию, или офис. Ну, понимаешь, как бы, я человек, конечно, уважаемый, но, ну, как скажем, во-первых, мне сложно объяснить, где я взял деньги. Да, да. Чаще всего вы поняли, это люди, политики, которые при власти, которые живут на одну зарплату. На одну зарплату. Бедный, несчастный. Хотя, действительно, как вы понимаете, обладает колоссальным количеством денег, поныканных в офшорах. И, по этой причине, им неудобно куплять напрямую. И вот тут появляется, ну, такая услуга, как оказание, постельческие услуги, за использованием, действительно, ну, фондового рынка. Еще раз говорю, в мире это довольно популярный вид бизнеса. Я не скажу, что же, что-то Томаш придумал, он использует. И дальше запускается ситуация. Его цель, он выступает таким номинальным покупателем. Покупает. Делает так, чтобы вы не поняли, кто реальный собственник. Молодец. Томаш тут, действительно, классно делает на сегодняшний момент. Ну, вы же знаете, что у нас новое время владеют. Ну, если кто-то внимательно обратил внимание, как подается информация, новое время, вы уже поняли, кто реальный собственник. Конечно, не тот же. И, да, действительно, он обеспечивает покупку. То есть, обеспечивает, так сказать, чистоту сделки. Молодец. Действительно, молодец. Надо, да, должное классно делает. Шикарно переставляет активы. Шикарно выбеливает деньги. Шикарно. Ну, как бы. Делает упаковочку. И все замечательно. Да, не бесплатно. Но это все, скажем вот так, ну, по-честному. Я предоставляю вам консалтинговую услугу. Платно. Это логично. Я предоставляю вам посредническую услугу. Тоже за это надо платить. И вот именно в этом и заключается бизнес. Да. В данной ситуации официально, официально, да, владеет вот институтная компания, рынок. Все замечательно. Реальный. А реальный вам не надо знать. Зачем? Да, действительно, вы никогда не узнаете, за счет каких денег покупается, финансируется. Но это вас тоже не должно интересовать сильно. Это уже вопросы другие. Ну, в принципе, вот в этом-то заключается бизнес. У нас действительно рынок специфический. Меня вообще-то мало интересует, кто реально купил украинскую правду. Но мне рассказали. Причем рассказали аж четыре источника. Не, не потому что я спрашивал. Они не могли. Знаете, вот люди распирали. Распирали. Ну, я не скажу, ребята. Не, не, не. Да, да. Один из украинских. Ну, фамилию вы его слышите. Политиков нет. Чисто политический проект. Ну, смотрите. Вполне логичная ситуация. Раскрученный бренд. Узнаваемый. Я как политик считаю, мне он нужен для политических игр. И я за это плачу. Вполне. Все по-честному. Все по-честному. Что касается суммы, там, ну, в интернете было. Не, значительно, значительно меньше. На порядок меньше. Я вам сразу говорю. Тоже сказали за сколько. И даже сказали, ну, как там происходит. Нет. Там, чтобы правильно понять, чаще всего как. Дается аванс, а остальная сумма потом платится. Ну, это все мы... Это уже пускай не занимается. Ну, какая вам разница, за какую сумму продали, купили украинскую правду. Вам-то лично. Это не ваши деньги. И не ваш доход. Здесь на топош. Да, действительно. Чистый нюанс. Обращаю ваше внимание, что в свое время Томаш очень удачно, удачно покупал офисы. Те, которые ставились на продажу тех банков, которые Гонтерова разоряла. Да, была такая схемка. Гонтерова доводит до банкротства. Потом, естественно, хорошие, жирные активы такие. Шикарные офисы ставились на продажу. И покупает компанию Томаш. Извиняюсь, не Томаш. Томаш компания. А реальный, собственно, да. Там была цепочка. Чистейшая. Он простоял в цепочке, да, за процент. Называется стоять процент. Ну, понятно, что и разорение банка, и вся эта процедура происходила с целью отжать классный объект. Так что тут нет ничего необычного. Да, купил. Молодец. Я поделил. Нет, понимаете, молодец, что удалось продать. Вообще, я много раз говорил, еще говорю, вы еще не представляете, в каком ужасном состоянии сейчас украинские средства массовой информации. Продать практически невозможно. Ну, понимаете, они не генерируют прибыли. Да, да, Виталий, не надо. Ну, пожалуйста, прекращай. Бог свидетель. Бог свидетель. Ты пользуешься тем, что у тебя не публичная компания, по этой причине ты отчеты не печатаешь. Так что можешь тратить сколько хочешь по поводу, сколько вы заработали. Я же понимаю, что если бы публичная компания, ты напечатал бы отчет, я бы тебе пальцем бы показал, пальцем так. Что ж, компания убыточна. Вот так вот. Ну, помните, беда заключается в том, я много раз говорил, в отличие, пример, от тех же американских или европейских, интернет-изданий, ну, вообще, у нас подписка не идет. Ну, вы знаете, многие пытались запустить подписку, причем очень давно пытались, и скидки делали, и призы разыгрывали. Не идет. Ну, никак. Ну, понимаете, получается, подписчиков так мало, что за эти деньги, ну, профинансировать, ну, никак. Реклама. Я говорю, мертвый. Ну, во-первых, понимаете, какая ситуация. Поменялся рынок рекламы. Социальные сети и Google просто удавил, ну, не только в Украине, если уж на то пошло. Не только в Украине, а в мире удавил. То есть, на сегодняшний момент, ну, если вам действительно нужна реклама в интернете, то, скорее всего, вы обратитесь к Google. Да, вы можете сколько угодно возмущаться, рассказываться. В социальной сети. Там больше эффект. И вообще, ну, все, кто занимается на рынке рекламы, знают, что на сегодняшний момент, ну, как бы, реальный рынок, реальные заказчики, это социальные сети и все, что связано с Google. Все остальное, мертвы бджолы не гудут. Ну, нереально. Тем более, оно действительно, даже те, кто пытался как-то там, типа, о, будем специализированных, не работает. Ну, понимаете, получается, вам же надо, чтобы ваше объявление видели, отдача. А там не работает. Ну, просто получилось так, что рынок вот так вот развернулся. И по этой причине действительно за счет рекламы никак. Ну, или вы сами знаете, какая реклама. Да, не спорить не буду. Есть, давайте так, отдельные средства массовой информации, которые на сегодняшний момент, ну, называются джинса. То есть, они, да, они фактически существуют, работают исключительно за такую рекламу, когда они указывают, что это реклама. Ну, это считается нарушением закона. Вот так, как оно делается полулегально, то оно работает. Да, это есть. Ну, вы сами понимаете, довольно специфичная вещь. Довольно специфичная. Так что, это не сработает. И получается, да, на сегодняшний момент, для того, чтобы существовало вот в Украине, ну, не обязательно украинская правда. Ну, вообще, любой, там, интернет-радио, интернет-газета, интернет-телевидение, нужен спонсор с большущими деньгами, который будет просто вливать, 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 вливать. Да, этот спонсор может зарабатывать, к примеру, на зеленых тарифах. Да. А почему бы нет? На кукурудзе. А почему бы нет? На постановочном масле. А почему бы нет? Ну, он зарабатывает там миллиарды, вы же понимаете? Ну, и из миллиарда выделить миллион на газету. Это можно. Вот так это работает. Так что, прекращайте эти глупые разговоры, что Сорос купил кулиску правду. Я думаю, ну, пожалейте старого человека. Отдайте должное, действительно, компании Тома Шофиала. Шикарно работает. Нет, действительно, надо должное. После Майдана ему поперло хорошо. Вы поняли почему? Поняли? Да. Кто его главный спонсор? Поняли? Догадались. И да, действительно, очень хорошо поднялся. И оказывает, действительно, не, я вам скажу, он очень качественно оказывает услуги. Если, к примеру, вам действительно надо будет, ну, так, приобрести, ну, не обязательно газету. Рекламируем. До того же. Он очень гибок. Очень с пониманием относится, где лежат ваши деньги. Плюс ко всему, действительно, хорошо обеспечивает выбеливание. Молодец. Молодец. И хорошо обеспечивает именно вот тут, действительно, некоторые разработки, классно. То есть, качественное исполнение заказчика. Вот это я вам скажу. Потому что в этом бизнесе там бывает очень часто, обещают одно, но не получается. А так как он бизнес полу такой, то здесь качество играет большую роль. Так что такая ситуация. Ну, я абсолютно уверен, что украинская правда не поменяется. Ну, там ничего не поменяется. Ну, возможно, поменяют редактора, но все то же самое. Так само, как и новое время. Но вот это не зависит. Это проекты, как бы они в рамках этой политики. Так что читайте, читайте, читайте. Хвалите, ругайте. Но денег, конечно, вы платить не будете. А если платили вы за подписку, тогда действительно вы были бы собственником вот этого интернет-издания. Ну, вы же не хотите платить. Что же вы хотите? А бесплатно получаете. Вот такая информация. Пока, ребята. Продолжение следует... Продолжение следует...